всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео называется тьма помыслы тьма от тьмы или от света да но назвал я его помыслы грех или добродетель откуда возникают и ответственность за них человека за эти помыслы есть у него нет возникает откуда они какова причина еще штуку помысл а чем помысл отличается от мысли греховен ли я в злых помыслах в греховных плохих помыслах освет ли я от каких-то светлых помыслов давайте разбираться поводом для сегодняшнего этого видео явился вопрос мне в личку в одноклассниках мне написали следующее сообщение шалом хочу спросить дмитрий ты поймешь у тебя я не первый ты поймешь у тебя я не первый знаю кто вышел с вавилонский ты поймешь я у тебя не первый кто знаю кто вот что-то у меня вообще либо человек так написал либо я так читаю ты поймешь у тебя я не первый знаю слушайте я вот как-то говорил да я теперь понял вот в предложении нет ни одной запятой я понимаю конечно может быть ну по жизни может быть так случилось необразованно или в школе не учился или еще что-то или плохо учился слушайте но постарайтесь может быть конечно русский язык неродной я не знаю то что многие кто мне пишут конечно же я с ними не знаком там практически никогда ну и можем можем иметь какую-то короткую переписку там кто-то добавляется ко мне в друзья вот увидев меня в интернете но у меня большая просьба если есть возможность если это от лени там или еще чего-то пишите комментарии как можно грамотно без ошибок всякого рода и уж тем более с пунктации нету запятых тяжело даже прочитать сообщение ну ладно сам постараюсь расставить давайте сначала шалом хочу спросить дмитрий ты поймешь у тебя и не первый знаю кто вышел с вавилонских церквей то есть против то есть с протестантов стоит протестантов я меня мучает один вопрос может покажется и глупостью не берусь за то что ты писать как есть так пишу до конца не понятно там был на так там был научен что когда молишься мысли не должно быть никаких в голове левых то есть суетных но в принципе правильно а сколько не борюсь они лезут вот слушал ролик грех это наслаждение на чужих страданиях там момент был когда ты говоришь мозг постоянно как импульс работает и от этого не 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 деться только отметать от этого никуда не деться я уже добавляю вы пожалуйста пересчитывайте свои сообщения еще раз оговорюсь до добавьте слова которые пропустили мы надо пишем я сам даже в личке вы знаете я стараюсь даже когда в личных сообщениях пишу пишу грамотно стараюсь вот в личных казалось бы они канут в лету до в лето не поправляют короче канут вечность но все равно стараюсь писать грамотно даже в личной переписке в такой бытовой дружеской с кем состою да так мозг рапостой как импульс работает от этого никуда не деться только отметать типа того вот и при молитве правильно ли все это честно никогда не соглашался правда про себя и думал что невозможно а вот перед богом как что-то не не сделаешь того о чем мыслишь да я так понимаю а вот перед богом как человек ты человек вижу бог дал тебе дар открывать глаза может лестно но не хочу так выглядеть но как написать по-другому подскажи интересно твое мнение или в ролике что писал идентично или в ролике что писал идентично думаю что понял меня я не всегда умею формулировать мысли немало важно правы или нет что так научали ну вот человек написал что не все Jonio не формулировать мысли надо учиться сфора хорошо формулированная мысль и особенно вопрос это уже половина ответ это очень важно по поводу лезьте тоже сразу отвечу слушать когда вы говорите о людях правду вот действительно знаете вот лицамины вы конечно говорить с человеку там с природными увечьями что он красавчик вот в плане там красоты даже действительно насмешка может прозвучить да но будете о человеке если он умный говорит что он умный а человеке который добрый говорит что ты такой добрый не это не лезьте это если говорить правду это нормально да более того древние мудрецы я повторяю эту фразу говорили открой твои уста я узнаю кто ты от того что вы мне кто-то там сделали какие-то правдивые как считаете нужным там откровенные комплименты это лишь меня располагает тоже не тоже не тоже предвзято просто я вижу кто кто ко мне идет да с мечом или с цветами это тоже очень важно вот поэтому несмотря на то что видите поправляем конечно же вы заметили в любом случае как иисус был человек богом явившимся во плоти он же человек и бы мы созданы по его образу и подобию и мы такие же люди да всегда видим как он по-разному совсем разговаривал с любящими его с посторонними с врагами это тоже очень важно это не потому что это влияет как на человека и плохо тоже нет а так и есть очень важно кому-то отвечаешь тому кто действительно ждет от тебя ищет ответы ждет его тебя того кто может послушать может нет этот кому вообще до лампочки что-то ответишь как помните иисуса не раз искушали подкапывались мы видим какие он ответы давал надо отвечал вопрос на вопрос надо вообще никак не отвечал до загадками тайными а надо в ответ до обличал и прочие вещи делал не отвечая вообще даже на поставлены ему вопросы это очень важно до переспрашивал вопросом на вопрос отвечал все это очень важно поэтому вообще будьте самими собой пишите говорить то что вы считаете нужным то что считаете правильным вопрос просто быть откровенным самим собой хочет ли ты этого или нет ну а ответить на этот вопрос я считаю тут два вопроса ну или по крайней мере это мне личное сообщение в личку написанное вызвало у меня желание написать два видео первое из которых сегодняшний который вы смотрите тьма или вот свет и 2 сейчас я вам сразу анонсирую секундочку и второе такое вот молитва рассеянное не рассеянное непрестанная молитва у меня в принципе есть по моему ролик я как-то про эту или одни помню хоть раз я записал об этой непрестанной молитве потому что вопрос вы видите имеет место быть и об этом как молиться рассеянно не рассеянно но и помните что есть непрестанная молитва прочие вещи типа христианские об этом поговорим в следующем видео ну а сегодня вот о помыслах я в своих видео вот человек который мне написал он вспоминал этот ролик где грех это удовольствие за счет чьих-то страданий да и я там говорил про якобы и не якобы это действительно говорил я от этих слов не отрекаюсь принципе возможно даже правильно понял да что он все время такая субстанция бог энергия жизни это знаете не зря говорят умное сердце есть такое понятие в христианстве помышление сердце это совсчитанием почему иногда удивлялись откуда я это взял умное сердце или сердечный ум да это я даже сделать не столько из нового завета хотя иисус употребляет эти же но меня больше поразил даже ветхий завет в этом плане потому что помышление сердца это это просто ну одна из распространенных и ходить козырных или как угодно основных фраз ветхого завета и помыслил в сердце своем помышление сердце ну конечно иисус говорил что мыслите в сердцах ваших но как по моему меня больше когда даже зацепил ветхом за эти когда особенно по моему я не это давно еще было еще до публичного даже моего чтения с комментарием ветхого завета это вот именно помыслы сердца да это очень важно это не раздельная субстанция поэтому действительно точно так же как мы знаем наше сердце все время стучит колотится мы знаем по пульсу по своему да мы сейчас при современной медицине всей этой биологии мы можем на всяких там приборах видеть что действительно человека постоянно бьется качает сердце кровь и на все время бьется же точно так же у нас рождаются мысли не мысли о помыслы очень важно сейчас мы разберемся давайте я заранее скажу разницу между помыслом и мысли что такое помысл помысл как помыслил не зря это приставка это да что такое помысл я вам всегда отвечу как иисус делал на реальных примерах жизни очень понятных тоже приточные символьные как его знаете употребляю часто и такое слово как загадочный но и только на первый взгляд до языка он порой доступнее вот и чем помысл все этот мысли вам приведу на простом примере когда я подумал яблоко что ли съесть сижу и думаю надо я был там занимаюсь работает чем-то трудится до пришла ему пришел ему помысл в голову яблоко что ли съесть или воды водички выпить это помысл мы даже не знаем откуда он родился это живот там забурчал и и падал сигнал уму что надо немножко жидкости тебе телу подать или даже яблоко там покушать витаминчики все такое да и желудок это для вкуса или это сердце которое качает решила что ему не хватает уже именно белков там витаминов каких-то протеинов да мы даже не знаем откуда эта мысль я занимался занимался я был очень увлечен своей работой но мне пришла в мысль голову воды попить яблоко съесть это помысл я что могу сделать я могу по-разному на него отреагировать я могу сказать да ладно потом попью не охота идти даже да там до дома до графина да или там да ну да ладно не хочу я это яблоко ну мало ли что вроде хотел не хочу не пойду за яблоко это уже мыслим или наоборот да пойду попью помысл попить ли воды помысл они по сути сходить и вопросительно очень часто до потели что ли яблоко съесть пойти водички попить то есть помысл подразумевает только твое действие она вопрошает тебя к некоторому действию мысль уже твоя мысль это то что ты ответил да пойду сорву яблочко поем и пошел рвать и мои мысли превратились в деяние в действие вот что такое помысел и вот что такое мысль я стою на кухне жена до сидит на диване помысл поцеловать что ли могу пойти подойти поцеловать а могу сказать да ну вчера бурчала не хочу это мои мысли помысл пойти поцеловать а мысль согласиться с этим помыслом или не согласиться вот помыслы человека они не делают его не грешным не святым помысл подать пять рублей еще не 10 рублей 100 рублей нищему нуждающимся голодному это еще не не сделано меня святым помысл увидя нуждающуюся мимо не меня сидящего с протянутой рукой и помысл подать ему это он не сделал меня еще святым я не подал я даже не решил подавать вот именно в мыслях своих не говоря уж и деяний и вот мысль моя да над подать тем более протянув протянув руку в карман на я там хоть 10 копеек и подав нищему сделал меня святым и говорит о том что я святым не дела конечно делаю человек святым протестанты вечно меня тыркает не дела дела являют свят я или нет да и дела реально не имеет даже дел но имеем мысли святые можно быть святым да я мог подать ему желание руку в карман а там ничего у него самого 10 копеек нет или все на карточке сейчас да у людей многих налички ни копейки нет подать нечего но так случилось да но у меня какая мысль святая из моего почему я свет потому что я решил подать и тем более если есть что я подаю все а какая другая на это помысел может быть глядя на нищего у дороги с протянутой рукой да ну его сидит какой-нибудь посадили там эти бандиты чтобы они тут собирались людей ничего не будут подавать это мои мысли поэтому помысл подать нищему не сделав меня святым яру он как бы позвонит вопрос может быть даже нет подошли ты нищему ну и помыслы можно все перефразировать вопросительную фразу а сделаешь ли ты это хочешь ли это или это пойду я надеюсь я понятно объясняю да ну в невопросительном падежи можно просто там подать нищему подам или не подам я надеюсь я объяснил я много раз говорил об этом в своих разных видео что вот именно помысл человека не делает человека негрешным очень важно не святым наоборот я сегодня об этом сказал и природа вот этих помыслов так как действительно у нас есть личность на я какая-то вот эта внутренняя природа бог он просто есть на вопрос моисея кто-то есть бог ему ответил я не знаю я просто есть и вот как эти помыслы просто раздаются мы не знаем кто пробовал не думать вот я во всем даю я всем я говорю я я всегда вот я всем все время об этом говорю я проповедую то что истина то что есть все о чем я говорю вы можете проверить на своей жизни вам не нужно не богословских кол заканчивать не быть ступят его лбу вам нужно быть обычным человеком и вы можете стать святым вы обязаны стать цветы ради себя прежде всего вы сами станете когда вы станете святыми станет как собой блаженными кто исполняет мои заповеди тот блажен блажен на вы когда исполняете то то и то то и сусе им говорил святость от этого зависит ваша полнота счастья вот эти помыслы которые рождаются они просто рождаются ответить на это так ли это или не так или возможно даже вот на вопрос ко мне а в молитве можно ли не рассеиваться там не не чтобы голова была ничем не забита а вы попробуйте же не молиться просто не думать это невозможно даже в попытках не о чем не думать вы будете думать о том что вы ни о чем не думаете как всем говорил что даже отречение текст вам свободен в априори даже отказываясь якобы от своей свободу я не могу выбрать вы делаете этот выбор отказаться априори поэтому свободны это сущность бытия бога любовь свободы вечная жизнь мы можем сколько угодно говорить что я сдохну как мой папа говорит что всех сожжут червяки ничего там дальше нет говорит не говорит просто вечен я ему об этом сто раз говорил ты закроешь глаза ничего не изменится душа твоя в духовном теле как была так и останется ты убедишься в этом да никто не умирать смерть просто не существует этого нету бытия бог значит к смерть нет он вечен отказаться от этой природы мы в принципе не можем мы сейчас живем в во временной матрице смерти кончины конца всего якобы но это лишь матрица лишь иллюзию внутри вечности маленький отрезок на бесконечной линии вот и все вечность свобода от нее невозможно отречься она просто есть отрекась от нее ты делаешь выбор на что свободен даже отрекаться от своей свободы быть рабом а вот любовь действительно благодаря вечности и свободе это мой абсолютно самовластный выбор и вот эти вот помыслы они просто рождаются попробуйте ни о чем не думать вы будете хотя бы думать о том что вы ни о чем не думаете не может человек не мысль просто вот как сердце ваше бьется вот так если вы сядете и попробовать ни о чем вы поймете что просто вот набор мысли идет о чем все время думать будет улетать мысль другая просто будет помысл и даже не мысли ты на помысли ну или мысль потом вы будете рассуждать за этим из как вы можете устранить помысл это мыслить изначать о них думать тогда как бы только вы замолкает только в вы замолкаете яма личностная мыслить я перестаю вы начинает возникать помыслы свято место пусто не бывает все время идет движение это очень важно понимать и надеюсь уже на примере того что я вам объяснил по-человечески по простому по бытийному как иисус все рассказывал приточно из жизненных примеров я вам объяснил на простых примерах у меня есть ролик очень хорошие близко к теме записал тогда этот вот обобщающий будет и просто примеров можно тьму приводить и тогда я на евангелие от мотфея на нагорную проповеди сказано кто смотрит на женщину с вожделением тут уже приба прелюбодействовал в сердце своем записал отдельно ролик даже два получилось я записал и в евангелие от мотфея не поленился оставил его там в плейлисте и записал отдельный я даже картинку сейчас не покажу потому что эти значки все уходят я их потом не найду но кто хочет этот ролик у себя могу быстро найти ну по моему по поиску может найти сексуальные помыслы вот там я тоже самое объяснял и показывал еще раз что того что я увидев женщину красивую или или мужчину как женщина женщина увидела мужчину красиво и у нее возник помысл получение с ним удовольствие обняться поцеловаться заняться сексом это не грех грех будет если вы поймете увидеть при этом у него кальцо на руке у него да и вы дальше этот помысел начнете развивать туда пофигу что он там жената замужем обещала никому не изменять вы их не понимали да я сам за свободное отношение но они-то дали клятву пожалуйста дали соблюдайте вы ждали что вы там будете один раз на всю жизнь но пожалуйста вот и будьте верны друг другу и ты зная это у тебя возможно у самого супруга или супруга как это говорят муж жена да а ты начинаешь что что такое мысль уже а ты начинаешь говорить да ладно разок не разок не грех да подумаешь переспим это уже грех и неважно переспишь ты с ней ты можешь начать с ней знакомиться подвалить как не говорят да она тебя тошьет она самых честных правил сказал нет отстаньте я замужем да но ты-то и вот об этом иисус говорил что ты согрешил в сердце своем когда ты что с вожделением сможет с пахтись хотите с желанием который просто пока еще или может и не реализуется никогда туры потому что на тебя послала и взять ее можно только опять же силы изнасиловав может и на это пойдешь поэтому ты уже в сердце согрешил когда ты да знаю что это недоступное для тебя удовольствие она будет за счет чьих-то страданий ты все равно идешь на это даже в мыслях своей а если ты что в мысли о ты увидел ее она красивая да ты можешь сам свободный или она неважно вы знаете мне никакого нет отношения к полам особенного да я просто говорю обычно со своей стороны к страны просто представители мужского пола вот и все поэтому вынуждены говорить чтобы никого не тоже не обидите что тоже то истину донести дело не в этом мужчина или женщина просто так как от себя просто своем примере рассказы поэтому обычно говорю в мужском роде все время да вот я глядя на нее говорю ну да хорошим да красиво у меня разные уже мысли потекли фантазии как мы с ней будем обниматься целоваться вот ну тут я увидел нее кольцо на руке и все я в себе что сам сказал она замужем пойду искать другую все я свят да я с вожделению на нее смотрел нет вожделение ты это желание знаете на кого вы сожделением смотрел давид на жену урии на вирсаве вот тот на нее посмотрел с вожделению посмотрел и не смог отказаться в желании изнасиловать эту женщину своего преданного военачальника вот он с вожделением посмотрел а я которую посмотрел знаете свят не свят тот кто не искусен до говорили святые можно быть святым в раю а ты можешь ли быть святым в аду не искусь не искушен не свят да не знает цену этому когда-то как раз посмотрел да тебе она нравится да на тебя понравилось может аж ты заговорил с ним может с но новенькая на работе здесь не долго работать но ты увидел кольцо это искал все для меня это табу я кстати так жил даже до покаяния в этом плане всем рассказывал несмотря на мою гулянческую жизнь для меня многие вещи вот эти были табу запретом вот так вот надеюсь тоже понятно все объясняю да так ты наоборот свят оказался ты несмотря на желание естественно природное богом данное тебе желание получение совместного удовольствия ты знаешь что это причинит кому-то страдание и мужу ей так далее да потому что ты не хочешь там уж замуж ты просто да с ней бы ты получил там мимолетное сексуальное удовольствие ты естественно ради этого сексуального мимолетного удовольствия не и и не хочет сделать несчастным потому что она может очень и мимолетного эти пресли бы обманывать либо еще что ты можешь и не собираешься до поцеловал значит жениться да вот и все и ты просто кладешь себе табу вот когда ты свят или грешен и я просто не раз говорил кто помнит уже что ну даже вот я отберу все время религиозников православных католиков ну протестантов тоже много достается вот я вот про про ортодоксов особенно говорил вам тут у протестантизма там я честно не знаю если у них что-нибудь подобное но я сегодня разберу вам я хоть уже много сказал от себя и так как я не не опять верно я чуть не поленился потом не поленился все-таки поискал и нашел у меня все давно уже я это все давно выкинул когда-то мне все это было кто знает я много изучал я очень хорошо знаю предание так называемой церкви ортодоксальной протестантской историю церкви всех церквей мировую историю и мировую историю церкви все это изучал предание я тогда говорил что я говорю даже у этих святых отцов ко многим которым я к трудам к жизням отношусь с большим уважением потому что мне нравилось то что они делали я подорожал этим вещам я рассказывал что даже у них если будут любой там православный католик 0 протестант может они в принципе тоже не отрицают ноги твич читают там исследует тоже да они будут хотя бы вот кого они почитают или хотя бы немножко почитали тех самых святых отцов ведь там у кого кто действительно там были умные люди были святые люди не сомневаюсь там конечно не всяк не всякий святой что в святых находится до который десяткам головы рубил всякие эти святые цари и так далее войны там эти вот это конечно чепуха полный но там были действительно достойные люди начиная с антония великого кто знает которого я даже публично зачитывал с комментариями и жизни письма и наставления и пропади свободе слове десяточек нами записал по его те наставлениям кто их вот смотрел даже недавно вот я их выпускал вот то есть там есть достойные люди материал мне попался не по всем там святым отцам да но я как видите не скрываю всегда откуда что я это беру это азбука ру знаменитый 2 0 по крупности после предания портал православный дарт одоксальный и ну тут как называется учение оптинских старцев но это не суть важный здесь действительно не такой кто знает когда там у православных там бывает целая целая подборка святых отцов каким-то мучением всем этим мыслям и так как тут совсем чуть-чуть будет я специально чтобы вам и просто показать это о чем я раньше говорил и доказать если хотите чтобы не быть голословным покажу это это неважно можно найти более мне ведь ей и не поленился но и все равно глубоко и мне уже лень все это я своими словами вы знаете давно могу объяснить когда сам становишься источником говорился с воды живой тебе уже все это не нужно не авторитеты вот эти не что-то искать от кого-то доказывать начать слова операция ну все-таки как-то во мне переборола и все-таки чуть-чуть я поискал и вот на это нарвался то на просто и это там просто есть много параллельных тем и там столько всего вылазить что это во всем этом ковыряться знает вернее уже давно все это не нужно да но все-таки мне это вышло и я вот немножко вам давайте почитаю ролик возможно не короткий получен кто знает мой контент и мой подход зато я стараюсь в полноте раскрыть чтобы же у людей не оставалось вопросов да давайте почитаем что вот православие так называемая учат и как я скажу что здесь есть ним даже согласен в том-то и дело если бы те же самые православные следовали даже своим учением бы как бы было бы хорошо но к сожалению все это зачастую на бумажке только видите так называется учение оптимских старцев ну тут много мы кое-что пропустим глава 6 учения о помыслах с помыслами скверными мыслями в скобках но тут не совсем тоже верно помысл я вам может быть и хорошие может вообще в принципе нейтральный поесть яблоко вы знаете это это просто жизненная необходимость он не хорош неплох в том что я поем яблоко и просто необходим жизненная необходимость его потребность моего организма или попить воды да я вам сказал помысл у меня возник это просто потребность это просто быть бытовуха он не хороший неплох соглашусь я на него или откажусь а вот кому-нибудь вред зло сделать там обокраска мысль пришла можешь взять вот лежит некрасиво еду что-нибудь да и нашел чем-то на дороге или вижу прям упал у человека вот соглашусь я с этим помыслом да это сделать меня добрым или злым соответственно если не соглашусь добрым если соглашусь злым и наоборот на хороший помысл подать 10 копеек нуждающимся с протянутой рукой наоборот естественно не согласие с этим помыслом сделать не плохим а согласие хорошим да потому что помысл хороший поэтому здесь вот тоже с помыслами скверные мыслим в скобках а будут помыслы только северные мысли это просто помыслы они бывают нейтральные они бывают хорошие бывают плохие это очень важно понимать ведь я дождутся корректирую православное учение потому что тоже тут не совсем это все так правильно подано ну я говорю уже что правильные мысли есть мы с вами сейчас все разберем в общем-то на то я вам все это и комментирую спал с помыслами мы сталкиваемся часто и порой считаем их обычным проявлением нашего собственного мышления хорошие ли мысли пришли нам в голову плохи ли считаем их по незнанию или недостатку опыта своими вот фраза ну как я говорю не знаю зачем здесь скобках с верными поставить хотя сейчас пишут в общем-то правильные мысли да и там из которой я много раз говорил как мы видим в православной секте в принципе существует она просто никому не известно они не изучают ничего они этих святых только почитают они изучают собственное учение она им нафиг не надо еще раз я вам прочитают то что только что прочитал хорошие ли мысли пришли тут только ищу вот здесь в статье виталий кандалинцев мы видим с вами некий весь этот материал составил у него не разбериха вот я вам смотрите уже два предложения прочитали я как его корректирую если я был редактором или как они отцом бы ким духовником вот этого виталия кандицы я бы его он он сам не понимать не совсем понимать что пишут у него путаница да очень важно и еще раз я надеюсь вы поняли разницу между помыслом и мыслью да то есть помысл это автоматически возникаемая трех видов мои мысли это то что я решаю и дальше развивать то есть я размышляю о помысли вот это мои мысли поэтому здесь я не знаю до конца ли допирает автора до истины может он сам не понимает до конца своей путаницы вот поэтому здесь если мы сейчас вместо мысли подставим во втором предложение помыслы тогда здесь все правильно написано давайте я прочитаю как должно быть правильно хорошие ли помысли пришли нам в голову плохи ли считать их по незнанию или недостатку опыта своими ошибка понятно да вы просто смотрите вот автор как я он не ведь он не допер он не разделяет смотрите третье предложение но помыслы это не просто плохие мысли он не понимает что помыслы и мысли это разные вещи помысл это то что автоматически возникает у меня это не зависит от воли человека это природа бытия даже бог не может и изменить он он тоже он просто все время импульсирует просто вселенная все время говорят вот дышит вибрирует так и есть на все время посылает импульсы она все время раздвигается на всем дышит всеми живет по не все время бежит энергия жизни видим это в природе во всем это разные вещи помысл и мысли тут автор не понимает до конца я говорю если внести некоторые корректировки ну в общем понят почему православный тоже ничего не понимает потому что их и так называемые учителя ничего не понимает вот у него вроде есть здравые мысли видите а их надо опять до корректировать а это очень важная корректировка он не до конца понимать что пишет но помыслы это не просто плохие мысли это не наши мысли таящие в себе угрозу для нас оптинские старцы глубоко и всесторонне осветили важнейшие вопросы касающиеся по помыслам я давать сейчас побыстрее уже на ускорюсь иначе мы так будем ну ведь первый абзац наверное стоило того я вам сейчас прицепить принципе просто прочитаю постараюсь у них тут несколько будет пунктов мы с вами прочитаем 6164 по моему 61 когда заканчивается безгрешие до появление мыслей видите его живой пример доказательства что автор не разделяет и опять скобках помыслов помышления нет появление помыслов очень важно вот он тут напутал опять не мыслей мысли уже я а помыслы рождаю не я природа природа мне не принадлежащая я это совокупность моих выборов это ответственность за мои поступки которые я уже сделал я решил сделать пусть даже в мыслях и воплотил допустим в жизни а помыслы я над ними не властен они просто возникают просто как сейчас сердце гоняет кровь каждым своим сжатием разжатием все появление поэтому я буду сейчас правильно считать до появление помыслов далеко не всегда подконтрольно человеку появление помыслов я еще раз скажу тогда после этого приложения никогда и вообще не подконтрольно человеку это просто энергия жизни она просто все время бьет как говорят ключом просто бьет это просто вечный двигатель поэтому плохие здесь написаны мысли я буду читать по правильным плохие помыслы если они не задерживаются в сознании человека и не действует негативно на его поведение не ставится во грех вот если все правильно здесь подставить я почему вот тогда православная секта учит правильно ну видите в них опять же не разберечься который будет читать вот так сам просто запутается но еще раз прочитаем поэтому плохие помыслы если они не задерживаются в сознании человека и не действует ну то есть он их не реализует они не действуют то есть подействовать на что он их что-то воплотился жизни и не действует негативно на его поведение на его дела на его жизнь то есть он их не реализует эти помыслы не ставится в грех абсолютно верная мысль преподобный антоний говорит я не знаю ком идет речь думаю чтобы антоний может быть великом хотя здесь учение оптанских старцев потому что там тоже все эти имена были но не суть важна о помышлениях же ваших святой давид в книге слов пишет так весть господь помышление человеческое но яка суть суетно а посему и за грех не ставьте их о чем я лично вам говаривал но вы привыкли беспокоиться по-пустому мимолетный помысл не создает вины так как его возможность вытекает из обычных условий нашего мышления ну в принципе вот то что о чем я вам и говорю да из обычных условий или из природы нашего ума нашей вообще природы из хотите это слово даже делить не надо неважно что там умное сердце я весь я и человек у меня есть и духовные и телесные и душевное тело да мы опытно знаем что не способны заранее оградить себе от нежелательных но здесь опять мыслей помыслов но и не связаны необходимостью одобрять и принимать любую мысль помысл вот именно мне тоже не связан необходимостью мы это тот кто при появлении промык по помыслов неважно хорошего плохого нейтрального самоопределяется перед его лицо перед плохим сторону плохого хорошего желательно отвергнуть то есть от плохой перед хала хорошим в сторону хорошего надо его принять подать здесь копеек кого-то убить откинуть этот помысел до водички попить вообще без разницы ну попью я тоже хорошо а может это ложное желание желудка да а может я решил поголодать для здоровья мало ли что там желудок а я знаю что общий организм сейчас побаливает и я специально томлю себя жажды или там решил на сухом холода не на мокром допустим чтобы поправить свое здоровье мало ли что там желудок требует водички по естественно течение своей жизни да а я решил я выше этого я это тот кто над всем до помысл у меня возник из-за желудка который уже там сутки без воды даже да но я своими мыслями говорю мы никакой водички пить не будем дорогой желудочек и дорогое мое тело которое я люблю как файл горил как собственное тело кто кого ненавидит если собственное тело любит мы все члены тела божьего тела христова вот точно также здесь но мы пить ничего не будем мы потерпим потому что нам нужно подлечиться вот помыслы и мысли это разные вещи мы не связаны необходимостью одобрять и принимать любую мысль скоротечные быстро забываем и плохие мысли не повлекшие никаких последствий суетной то есть пусты они безрезультатные потому беспокоиться о них означает беспокоиться попусту ну они все развивают эту мысли некая вот этого преподобного антония да ну так и есть как я вам сказал вот именно то что у меня возникла мысль слушайте еще я как бы оговорюсь сразу что же я об этом много раз говорил слушайте но честно себе признаетесь можете мне в комментариях не писать или в личку какая только дурь говорят в голову не лезет не зря такая кстати выражение тоже неспроста в голову не лезут не из головы на самом деле они получается из нас лезут не зря мы говорим в голову лес то есть мою лично я вот это да который путь потом определяться перед само определяться перед этими помыслами очень важно да у меня чё только в голове не рождается я сам дивлюсь на эти помыслы же вообще не связаны с жизнью одно дело ты что-то увидел как говорится да увидел там животные совокупляются и у тебя мысль там о сексе допустим да но порой ты сидишь вообще или делаешь какие-то одни вещи чем занимаешься а мысль помыслы приходит вообще и рождается непонятно о чем вообще не связаны хоть как-то про сны знаете вот тоже самое как все вот это тайна снов да что их связать кто говорит ну вроде как с жизнью может связано как говорит вот снится то что там на медне было но порой мы знаем прекрасно что снится такое что не то что там с жизнью с реальной связать нельзя чепуха вообще а порой просто не связаны вещи да вот это тоже самое вот это это просто не подконтрольно нашему нашему выбор нашему я это просто есть это просто природа но мы над ней господствуем это очень важно понимать так тем не менее было бы серьезной ошибкой полагать что помыслы вообще не несут никакой угрозы человеку опасность поддержки помыслов своей воли которая дает возможность помыслу укорениться в сознании набрать силу желания превратиться в действие но это о том что я ему говорил ну ты если ты захочешь начнешь развивать но это лишь скажет о твои от твоей святости или греховности вот и все то что ты начнешь развивать мысль когда вида как бы ее там взять ну а ты есть это в тебе есть ты грешник да поэтому ты соглашаешься с этим помыслом поэтому старцы четко различать две ситуации первая когда человек безгрешен хотя бы ему пришла на ум плохая здесь мысль опять помысл но не укоренилась и миновал и без последствий для самого человека или для другого 2 когда плохаем помысл я сразу будет читать правильно не исчезла но стал набирать силу и в и влечая как дурным поступком мыслимый поступком как раз мыслим уже достаточно то действительно становишься грешником то что соглашаешься тебе это сладко этот помысл этот грех который тебе был предложен неважно кем здесь уже наступает ответственность человека за принятие помысла и согласие с ним соответственно возникает задача сохранения своей души от таких помыслов здесь вот здесь ошибка опять автор вот я говорю да конечно православная хоть ведь похвалил их немножко в начале я хоть раз прочитал статью но тоже вчитываться не стал мне достаточно один раз ознакомиться дальше как ведь я могу вам в онлайн режиме ну хоть это не прям прямая трансляция я записывал ролики ну и как видите я без записи бебе без редактировать потом без монтажа все выкладываю сразу на ю тубе вот я просто прочитал в общем освежил так я их мог вообще когда-то давно все читать я живой раз чтоб но все это изучал вот но действительно я не так прям вчитывался сейчас конечно вижу кучу ошибок до 5 и душу или по крайней мере опять здесь не хватает слову то если бы автор понимал соответственно возникает задача хранения своей души от принятия таких злых помыслов вот это да что это такое опять от принятия над желание зла принятие зла жопал греха плоху зло грех все одни и те же слова да вот ограждение своей души от принятия до себя уклоняясь от зла и прими благо вы помните псалом который не раз все повторяли апостолы апостолы в новом завете дам в писаниях мы читаем с вами до святая жизнь что такое не сотвори никогда никому не делай того чего не хочешь себе и сколько можешь всему миру вокруг тебя окружающим делай добро все ограждай себя от этих помыслов естественно пришла за пришел злой помысл откинь его пришел хороший прими его никогда в жизни не пожалеешь сотворив лишнее лишнее добро вот и все всех остальных как я вам сказал нейтральных помыслов бытовых так назовем до пойти приготовить там себе обед вам помыслов в 10 часов возник и вы ждание пойдут села не знаете сколько в день как и вам помыслов приходит с утра встаешь так чё там пойти чё поделать пакет поковыряться там на огороде да не папа лучшего тут в доме над кучу сделать это помыслы мне приходит сейчас так чё за обед сразу приготовить или потом да ладно потом потом в действии сидишь уже это 8 было утра а в 10 утра уж думать да не на сейчас приготовлю а то потом когда обед уже есть сильно хочется стоять готовить час в 10 приготовлю чайку попью салатик сделаю на обед а уже в обед пока поковыряюсь просто себя да он уже готовый я просто пообеду это помыслы я 8 так к нему отнесся отверг его до приготовить сразу себе салат на обед а в 10 принял его решил не лучше сразу приготовлю чтобы он уже стоял сачок пока даст потом с хлебушком да и свежих огурцов и помидоров милое дело салатик покушать он не греху я его и отверг и принял и от этого не стал ни пройден ни грешен я надеюсь я вам на этой вот реальной примере жизни которую мы все с вами живем у меня получается вам все это объяснить до преподобного в арсенофе говорят охраняя свою душу от помыслов это трудное дело ну вот ведь короче это уже заблуждение так давайте дальше он здесь эту тему видим что наши мысли отнюдь не всегда исходят от нас ну или ладно не давайте все прочитаем я хотя бы вы убедитесь на эти хорошо увидеть и и неправильные мысли если их комментируем охранясь вашу от помыслов это трудное дело от принятия помыслов это ничего трудного нет святым быть легко если захочешь им быть это труднее дело значение которого даже непонятно людям мирским нередко говорят зачем охранять душу от помыслов ну пришла мысли ушла чего же бороться с ней очень они ошибаются мысль не просто приходит и уходит иная мысль может погубить душу человека иной помысл заставляет человек вовсе повернуть на жизненном пути пойти совсем другом направлении чем он раньше шел святы и отцы говорят что помыслы есть от бога помыслы от себя то есть от своего естества и помысл от бесов слов естествует природа о чем я все время говорю вам для того чтобы различать откуда приходит помыслы внушает внушают ли они богом или враждебной силы они происходят от естества требуется великая мудрость все-таки хорошо что я слушайте ролик получать меня длинными я надеюсь что я людям раскрываю настолько всегда все понятно поэтому видите не буду торопиться я картинок вы знаете на эту тему много вот такая вот есть такая вот есть ну я свою состряпал ничем не хуже так что будем возвращаться к ней да то что мы с вами что прочитали о чем я вам уже говорил ведь меня по серединочке и свет тьма по бокам то есть еще раз помысл исходит от меня от моего естества от моей природы вот преподобный в арсенофии оптинский так и говорит для ортодоксов ссылаюсь на авторитет как они любят цвета их отцов от меня от моего естества помыслы от светлой стороны от ангелов от бога как хотите и от дьявольской от самого сатаны ряд каких-то маленьких бесов да все три вещи по поводу принятия их не принятия там борьбы не борьбы и как там было у нас и и что великая мудрость в их развлечении ничего великого их мудрости в развлечениях нет суть закона благопытия очень простая он только что его буквально пять минут назад произнес еще раз произнесу уклоняясь от зла и сотвори благо это коротко по псалму еще раз по карпа подлиннее по новому завету как говорил иисус никогда никому ничего не делай того чего не хочешь себе и делай всем вокруг тебя природе животным людям все то что ты хочешь чтобы делать тебе в этом весь закон и пророки и весь закон благопытия и все заповеди христа и нового завета все любой помысл можно разложить поэтому одному есть ну как искал закону благопытия в котором весь закон и все пророки что такое хорошо и что такое плохо и как мне поступать мысли съесть яблочко сказал хороша или плоха для меня хороша хотя если это уже полностью ассо там яблочки приходит это плохой помысл я его отвергаю все очень просто мне нанесет и точно также вред или даст пользу это все очень легко в жизни разделить поэтому с этим нет никаких вопросов и здесь не великая мудрость нужно просто обычная евангельская новозаветная христовая райская мудрость которая дана всем нам абсолютно независимо от того сколько нам лет какого пола социального статуса познание добра и зла но внутри самого человека и снаружи чего и другим хочу чего себе не хочу очень легко в жизни узнать немножко пожив на земле больно а и плохо и себе такого не хочу ням-ням вкусно приятно да и другим язвы у меня был бы апельсин я поставил поделился все очень жизни просто так читаем дальше отсюда мы действительно видим что наши мысли отнюдь не всегда исходят от нас самих и поэтому помыслы на мне и поэтому нам не подконтрольно вот я могу если эту статью бы на азбуке они познав истину чуть-чуть подкорректировали или меня послушав многие люди бы обрели истину и полноту блага бытия наличие от нас самих потом не подкройны наличие трех источников помыслов должны подразумевать и три вида отношения к помыслам мысли от бога всегда важны истинные спасительные нам важно учиться распознавать их всецело принимать и стремиться по ним выстраивать всю свою жизнь это бывает непросто как мы знаем из притчи спаситель осеятель слова божия к сожалению может и утрачиваться нами бог не принуждает нас к выполнению своей воли он ждет от нас добровольного принятия поэтому наше нерадение может проводить их к отпаданию от воли божией преодолевать такой нерадим можем через опыт мышления направлен на распознавание мысли от бога и закрепления в сознании ну и знаете православное бла 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 ни о чем опять и они познание истины распознавать там мысли бога все что добро то от бога ибо бог есть любовь это все что ты хочешь не хоть не хотел бы чтоб с тобой делали и хотел бы чтоб тебе делали делай другим это и все у любого у гитлера спросите он бы хотелось чтобы его пытали как вас венцами и жертв его режима пытали он бы сказал конечно не он сознательно творил зло конечно себе бы он такого хотел не он делал это дело он грешил грешил с очень просто мысль от бога от дьявола от дьявола все то же самое помысл от себя от своего сестра столь же естественно сколь необходимы как разумные существа мы естественно не можем жить без своих мыслей помыслов прежде всего наше мышление в некоторых смысле свободно мы сами избираем предмет своих размышлений иногда до размышление когда мы уже мыслим каким сегодня сказал можем мыслить но мы только наши мысли наше я мое действительно ненадолго вырубается помыслы тут же потому что они работают мы их начинаем слышать но они как говорится знаете как я вам сказал она эта вселенная все время пульси пульсирует они работают и когда мы мы мыслим просто мы их не слышим мы просто эфир забили как в радио да но только наступает тишина и сразу их очень хорошо слышно да делаю это так наше мышление в некотором смысле свободно мы сами избираем предмет своих размышлений делаем выводы из осмысленными руководствуемся этими выводами в жизни но при этом должны не забывать что ограниченность личностного опыта знания самого способность к мышлению может приводить к ошибкам или неточностям который становится помехой на жизненном пути в силу этого мы должны становиться соотносить наши помыслы священным писанием и преданием в том числе с поучениями старцам это позволяет существенно снизить риск серьезных ошибок это когда мы учимся до теорию может быть но практика мы все равно будем все проходить сами узнать что убивать кого-то зло когда ты кому-то ухо отрежая отрезаешь да ты еще пока не чувствуешь что это такое ты можешь по крикам определить может ему больно а рыбка рыбка молчит ее можно зарезать да только да вот сюда вот прилагается никакие писания не нужны сразу поэтому иисус сказал чуть-чуть себе хочешь возлюби ближнего как самого себя вот люби бога и ближнего как самого себя вы помните две заповеди основные единственные и тождественные люби бога и ближнего как себя не песни с писаниями над сравнивать да не с преданиями святых отцов вот собственной шкуркой сравниваешь себе бы я хотел это или не хотел бы помысл обвесов разрушительный несут серьезную опасность для людей они противоположны тому что человек получает от бога или законы в согласии западе при помощи большим вырабатывается сам конечная цель таких помыслов погубить человек и поэтому учение старцев по помыслам в основном и предназначена для успешного противостояния этой угрозе со стороны врага невозможно эту угрозе никогда противостоять дьявол ходит и рыкая как и лев всегда приходит ты можешь стать святым в мыслях своих но не в помыслах и хоть и не своих как они называются да но они будут в голове все время в нее входить или из нее как ты хочешь да говоря кратко старцы наставляет правильному мышлению правильным мыслям вот тут тоже знать правильное мышление правильной мысли а чем слово мышление от мысли отличается вот помысл и мысли мы с вами разобрали по мысли и мыслить по мысел и мысль это разные слова мы с вами здесь очень четко поняли а вот автор пишет правильному мышлению и правильным мыслим поэтому задать вопрос в чем разница между мыслью и мышлением да ты говоришь одно и то же правильному мышлению да нас иисус наставлял тебе выбивают ока не отвечай это мысли мои мысли уже отвечать добром на зло это я отвечаю помыслы у меня возникают когда мне в зубы дубинкой калашматит очень разные в голове самому бы ему треснуть по полной программе да а мысли мои а я отвечу добро ну или возьму дубинку и в ответ ему все зубы повыбиваю мое мышление да поэтому тут не старцы научали до них еще давно бог нас научил еще адаму с евы с этого дерева срывая с этого не срывая все настолько просто это по помыслу всецело принять мысли от бога что и создает настоящие возможности свободной и праведной мыслительной деятельности ну и давайте мы с вами я просто не раз на это ссылался вот теперь чтобы не быть голословно ведь и необходимости осмотрительности все это там кучу бреда конечно всегда поэтому вы видите как и здесь я вынужден стоп комментировать давайте почитаем тут вам по самому просто названию понятно будет 64 пункта ответственность человека и помощь божья в отношении хульных помыслов следует заметить что враг внушает нам хулу на кого-либо в надежде что эту хулу мы что повторим то есть примем ну или повторим уже сами от себя да это нельзя делать не мысленно не тем более слух преподнув мыслим то что эту мысли такое же дело слово это дело до сказано вот одно дело ты помысл что человек там не знаю некрасивая другое дело ты слух это ему сказал это очень важно ты прекрасно понимаешь виде на нем физического уродства допустим что да ну вот так вот он родился на другое дело зачем ты ему взять слух сказать что ты урод да но отрицать внутри себя даже мысли здесь не грехно еще признать что он просто при принять признание факта что это просто очевидный факт у любого спросим может одного глаза нет это увечье природная да скажем красив без одного глаза это будет вранье и себе и окружающим до другое дело зачем ты ему сказать что это урод потому что одноглазый или сказать ему одноглазый да знай что хулу внушаем у врагом на кого-либо вполне повторить грешно и вредно и оскорбительно здесь мы подошли к теме ответственность человека до сих пор речь преимущество шла о действиях врага которые инициируют инициируют помыслы и и непричастности человека к созданию помыслов человек должен в силу данной непричастности учиться не смущаться и не бояться помыслов однако если человек соглашать не то что надо учиться надо забить вообще на этом это то о чем я вам сегодня говорю помыслы естественные от бесов от ангелов божьих и самого бога они не грешны неправедны сами в себе вообще это пока только буквы так скажем на бумаге это просто пока и ничего энергия которая растворится две секунды и просто она была из засию не будет просто над над забить нечему тут учиться вы к ним просто нет просто от принять познать эту истину и принять ее стать счастливым вот и все однако если человек соглашается с помыслом например повторяет хулу на другого человека в разговоре то становится виновным в грехе преподобный никон дает подробное наставление насчет враг рода человеческого не дремлет ему хочется запнуть стопы человека сбить его с дороги он борет человека всевозможными способами и средствами он возбуждает мысленный брань то есть борьбу с грехом в мыслях человека с целью вернуть человека в грех и делом тяжла эта борьба доводит она иногда человека до уныния и расслабление даже на согласие на грех и вот это согласие на грех уже погрешительно пред богом и в него нужно и в него и вот это согласие на грех уже погрешить на пред богом и в нем нужно каяться но если удержался человек не впал в грех самим делом то значит не запнуть стопы его не сталк не столкнуться но лишь человек выпустит веление закона божье из памяти свои и из чувства сердца своего грех прельщает его и он подает запинающему стопы его он сбивается с дороги греша уже не мысленно только но и делом враг вызывает мысленную брань человеке то есть ситуацию когда человек вынужден бороться с проникновением углублением греховного прилога в душу человека через сочетание и со сложения ну вот я вам рассказывают это учение я не стал глубоко искать где тому именно вот этими вот сейчас автор уже выражается на я читал это вот так называемых древних святых там это вот прилог сочетание со сложения что никак бы тоже так учение разработали вот прилог но по сути опять простым словом то что помысл услышал в своем сердце до до родившийся это не грех это прилог до сочетание я уже сочетался причастие сочетание сочетаетесь и вы со христом помните венчание в ортодоксе сочетаешься ли ты вернее это при причастии даже сочетается со христом да и при венчании сочетаю то есть часть становишься вот уже сочетался и со сложения когда-то уже стал этим до цель врага сделать эту борьбу настолько тяжелый человек чтобы он впал в уныние безволи и в конце концов согласился на грех согласие давайте дочитаем я в конце нам скажу согласие на грех то есть готовность грешить не в мыслях только но и на деле уже погрешительно пред богом в мысленной брать не брани мы не должны сдаваться уступать давлению врага и выполнять его злую волю только терпеливое несение тягот этой борьбы отказ подчиниться врагу оставляет нас без греха старец указывает каким окружением можем отразить врага каким оружием это веление закона божья в памяти своей и в чувстве сердца своего стоит нам забыть о заповедях или охладеть к ним грех нас прельщает и мы не можем одолеть его и только наше покаяние помощь божья восстанавливают нашу способность вот опять к чему вот это все знаете городят в одну кучу покаяния какой покаянист еще кается не в чем если только борешься с помыслом так ты пока герой если борешься пока если он тебя не одолел тоже ток наше покаяние в чем покаяние вот у православных от слова не лепит куда его вообще попадя и помощь божья восстанавливает нашу способность бороться с грехом зачем тебе с грехом бороться если это еще не грех грех это деяние человека а это помысел злой короче вот я уже видите я комментирую в одну кучу вот все слова собирает автор видно что у него каша в голове без покаяния силы божьей наставляет как потом говорил преподавал никман при чем тут покаяние если идет борьба с помыслом в чем мне кается в чем грех я борюсь не с грехом пока с помыслом вот все в одну кучу грех это уже это уже состоявшиеся деяние грех это злодеяние беззаконии и он богослов горит грех есть беззакония я что-то сделал пусть даже в мыслях но я согласился если я борюсь как они говорят сейчас я борьбе в конце скажу уж и борьбе со страстями вы знаете по антони великому даже я только записал видео сейчас конце скажу ну вот в принципе весь 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 этот пункт именно об этом но ведь не могу и по и в серединке не прокомментировать не удержаться все подряд намешали да я еще не согрешил если я борюсь с ним мне кается пока еще не в чем я борюсь игра сам борюсь неважно какими средствами чем я себя убеждаю все подряд в одну знаете в одну кучу вот все мысли помысл грех все слова в одну кучу смешали расставили в предложение ты собери сам мозаику это так человек господь ждет где мы остановились ты беспокоен так согласие с помыслом грех греха есть общение с врагом отсюда отступление от нас силой божьей помощи согласие как видно из поучения бог не наблюдает безучастно замысленную бранью в одних случаях он использует свою силу помогать всякого других составляет человека знание почему так происходит важный преподобный никон пояснять господь ждет куда склоняется наше сердце сохраняет верность ему или придаст его из-за временной слабости или придаст его из-за временной слабости греха или поможет человеку святые отцы сказали отсеки помысл отсечешь и все очень важно помнить что всяким согласием с грехом а через грех и с бесами мы предлагаем господь мы мы передаем господа придам его замерзостную цену греха когда и на что мы промениваем лично не согласен на грех и борьба против него молитву исповедю необходимы молитву исповедю господи перехвалил я вот это знаете в начале что-то не так захотелось эти искренние какая причем тут молитва причем тут исповедь на молитва ладно мы все кстати вроде как нечаяка молитве спросил да я и скажу ему об этом я не зря на два видео разбил этот вопрос до человека но исповедь причем до помысл и каждую секунду ко мне в голову приходит я пока вам ролик записывание что-то в голове не роится на какую исповедь какому папу под полотенчиком не бежать то я в конце дам простую мысль которая человеку все себе скажет нет никакой борьбы с помыслами есть человек ну ладно я об этом сейчас давайте дочитаем уж это да так где тут про эту исповедь то закончили мы молитвы исповедь в этом случае человек сохраняет верность господу получает от него помощь позиция бога ключевой элемент учения старцев о помыслах хотя помыслы инициируются влагу врагом и человек вынуждает от них вынуждена от них защищаться бог попускает помыслов наказания нам за гордость и и плоды высокоуме этого покер бог ничего не пропускает это раз послушайте вот тоже знаете переклинило смотрите прямо что помыслы все от бесов уже как бы как будто в это клины идет я уже сказал что помыслы могут быть от бога вот именно и от ангелов и как раз не принятие этого помысла подать там нуждающему 10 копеек вот как раз это грех не принятие светлого папа помыслы говорит о том что в тебе добра то нет сделать это доброе дело или то или то в тебе помыслы каждую секунду возникает сказать кому-то правду попроповедовать да ты не принимаешь эти помыслы засвидетельствовать об истине где-то кому-то друзьям знакомым родственникам это тебе все говорит как раз здесь не принятие делает тебя грешником а принятие святым потому что делаешь это их вот переклинило враг да враг сами сказали с трех сторон идет до преподобный лев показать отношения между действием врага нашу гордость попущением божьим ладно я уже пропущу зависим они все их переклинило на это врага этого попираем врагами не каемся просим о помощи два аспекта борьбы с помыслами ттт особенно твои сухольными помыслами которые явно сразу давать последний зачитаем сразу решительно браться за основное собственные грехи горделиво самомнение или осуждение других таково оптимальное поведение при нашествии помыслов через самоукорение и не осуждение других через смирение устраняется повод для помыслов и что говорит враг тем смущается или беспокоить не надо вообще если говоришь ему в ответ то слова святого олечника короче с этим бредом мы заканчиваем я вам даже ссылку не буду оставлять я говорю учение вот ведь те уж он учение о помыслах или хотите прямо на пак попадете на азбука если учение оптимских старцев наверняка ведете с этой статьей мы завязываем я теперь вам своими словами очень просто все объясню во первых вы я надеюсь вы убедились какая у них каша в голове и по поводу того что опять вот этой борьбы у них каша в голове то борется с помыслами тоже с мыслями это огромная разница с помыслами ты никак не можешь их сделать больше или меньше вот они что твоя жизнь может может им соответствовать или нет это очень все такое себе это все очень такое себе я согласен когда ты игру кругом тебя возможно и не знаю что происходит да у тебя и от этого и помыслы рождаются есть такое если на твоих глазах там животные совокупляются кошечки собачки где-то в деревне или в городе но им тебе придет мысль о сексе наверное личном сексе там с женщинами с мужчиной да но это тоже необязательно ты можешь в этот момент сидеть вот именно о чем-то своем размышлять мысли и дожденький повысок приходить не будет если я вижу птица летит не знает что мне приходит какой-то помысел а птицы вообще если я сижу смотрю лес у себя я могу вот им кто знает сидеть ковыряться на автомате трудиться что-то делать в огороде сажать а мыслить как мыслить о высоком или молчать мыслями и помыслы рождаются разные далеко не об огороде хотя и там редьку сажаю это все это все настолько нам непонятно потому что это просто природа вот и все и я вам честно скажу вот это все загоняться изучать это все такая же чепуха как и вся эта наука человеческая в бытовой жизни когда они там ковыряются и чепухи исток нагородили по поводу борьбы так называемые с помыслом и что они там доведут тебя бороться аж вот так вот все под все обливается ты там весь да с ума сходишь все это чепуха вы знаете для нормального здорового человека до здоровый я не знаю как сказать психически вы знаете когда ты понимаешь простую истину жизни закон блага бытия счастливой жизни что это жизнь когда никто никому вокруг себя не делает никакого зла ни при каких условиях хоть его вилкой в пузо тыкай он никогда хоть на виселице его дергай он никогда никому не сделает никакого зла в отношении него даже будет делать зло он даже не ответит злом на зло что уже является благо уже добро является может даже в ответ и добро еще какой-то сделать да если достиг высот святости и всем кому может вокруг и делает все что считает правильно что числе считает добрым все желал бы себе все поэтому все помысл очень легко распределяется знаете я говорю я вам откровенно говорю мне в голову как хотите что только не приходит или из нее что только помыслы какие только не рождается которым я сам девлюсь даже не на стоит ли их озвучивать я думаю мы все одинаково всем говорю вы такие же как я я такой же как вы вы знаете как я отвечаю на такие помыслы которым я сам девлюсь я смеюсь просто им в лицо как это говорится от бесов они от моего естества как мы с вами сегодня считали природы не неважно я вообще не загоняюсь вверх я смеюсь что что ты вверх я не загоняюсь то что это не моё а я смеюсь им в ответ потому что мысль без не такой предлагает он вообще кому предлагает я что пойду кого-то там насиловать да мечу то в голову не лезть или кого-то грабить убивать обманывать чем не то в голову тоже не приходит как вы выражаются или вот наоборот из головы не рождается или сердце вот и все разве не надо бороться с собой чтобы кого-то я всего не изнасиловать нет мысли меня приходит помыслы приходит приходит я борюсь с ними не я смеюсь над ними мне дико в голове представить вот уже моим по мысль не по мысли о мысли я мысли себе такую не представляю чтобы я кого-то женщину против силы до насиловал я вот секс это удовольствие обоюдное удовольствие не а мысли такую нет кого я я вообще я не могу понять насильников как можно кого-то насиловать знаете почему я не могу понять то что я любвеобильный а насильник злой эгоист который получает удовольствие только сам причем безумно доходящее до того что он видит что кто-то страдает он получает от этого удовольствие чтобы я понять не могу или он настолько планку у нее остаться глухим слепым что он ничего не слышит не хотим и слышит и видит но у него настолько каменеет сердце как иисус говорю я не представляю как можно получать удовольствие если от удовольствия кто-то рядом страдает мне тяжело бороться с любыми помыслами которые провоцируют меня на зло то есть грех нет я смеюсь им в лицо я бесу всегда смеюсь над ним до к горитой вот посмеешься там вознесешься вот тут тоже мы с вами этом кое-что пропустил но я глазами то быстренько прочел до вознесешься горделивый слушать такая чепуха все столько в православии говна вот людям знаете мне про меня вот почему-то все вот у меня слова такие резкие ноги мне нравится как вот как иисус сказал меня просто сжирает ревность вот об истине вот настолько чепухи столько людей сделали несчастными эти люди сами несчастливы в ответ эта тьма распространяется они вокруг себя делают людей несчастными посмотрите на меня себе я счастливый человек я делаю вокруг себя счастливыми людей не по спасению по вере а действительно то человек становится сознательно счастливым в нем свет не то что все убеждает что он спасен праведность иисуса прошел сам праведен на него за ним нет греха вот я живу я никому не делаю на меня много обидчиков я кому-то не нравлюсь я как не так поступил не так ответил не так посмотрел на него чё только мне не предъявляют и вы знаете я давно это все уже прошел и не загоняюсь на этой темы я не могу всем угодить я им зла сознательно не делал то что я не оправдал чьих-то чьих-то надежд чьих-то оправданий до мне кто-то напишет сообщение я ему буквально в течение дня или там 10 минут не ответил там уже куча возмущений душ слушай если я ему не ответил чем 10 минут уже ко мне столько претензий что же будет если да куда куда-то больше зайдет это вообще беда просто беда вот такие вот дела так как бороться с помыслами то да имею ли я за них ответственность тяжело ли мне вот так аж как до три сучки мы тут читаем про учения святых отцов да нет если вы действительно в сердце своем жизни своей поняли эту простоту истины этот закон благопытия о том чтобы никогда никому ничего не делать что не хотел бы себе делать сколько можешь миру вокруг себя этому добра до тебя зависящего все очень легко в твоей жизни становится ты смеешься над грехом над предложением те греха что лично человека без всяких помыслов сотворить тот или то-то или так зла и в глазах какое беззаконие происходит и ты не молчишь и там заступаешься что в помыслах это происходит это неважно вот и все и по поводу скажу еще мыслей с помыслами то разобрались по поводу мышления знаете по поводу и единственное что я скажу почему еще вот это я уже много раз тоже всегда я говорю об этом точнее так скажем о тех же самых религиозниках да что они кучи поназаписали того чего грехом не является и наоборот до приписали устранили то что является добродетелью да как иисус говорил в заповедь божьей подменили заменили заповедями человеческими которые ничего не значит а заповеди божьем устранили это очень важно здесь то же самое знаете это вот те же самые это помысл у меня возник там о васе вспомнить да может быть о каком-то его даже злодеяние против ними то что я потом размышляю там вот про неосуждение вот впихнули что ты ты думаешь о ком-то человеке сам в себе делаешь выводы вот хорошо он поступил или плохо ведь это во мне же эти мысли а как я сам буду избирать между добром и злом если я не могу сам себе сказать вот это вот плохо вот вася ударил петю это плохо разве осудил вася за то что он ударил до осудил только правильно судил осудил не тем судом которым услугал не судите угры а они осуждайте на смерть когда и привели к нему женщину взяты прелюбодеяние он не осудил ее на смерть да но он ей сказал иди впредь не греши ты ты грешница иди впредь этого не делает и согрешила там изменив свою мужу да это очень важно вот понапихает все подряд я ком-то говорю я облегчаю кого-то тоже вне суждения все пихают да а то что я ковыряюсь на огороде размышляю то что там путин развязал путлер развязал войну на украине хорошо или плохо я сразу грешно и плохие помыслы я осудил человека вернее уже не помыслом а им если я осуждаю путлера конечно осуждаю он грешник и я публично об этом заявляю разве это грех нет вот так вот поэтому вот это вот все очень важно просто понимать разбираться в этом и все будет очень просто вот и все с помыслами с мыслями очень важно понимать и метод по цепочке да мы с вами поговорили что такое полностью что такие мысли уже мысли которые могут в дела переродиться даже дел не трога действительно мыслях тоже тоже согрешаешь разберитесь я дальше поздаю отсылку вот в принципе автор вопроса ко мне смотрел и не один мой ролик и видимо вот про грех и про грех у меня много видео целый плейлист есть грех да где грех падение про грех вот там разберите шутку грех тогда вам все будет понятно на самом деле ну я не знаю как еще объяснять да я надеюсь что я доходчиво мне не несколько видео есть о помыслах и просто время проходит и некоторые видео свои сам забывать думать вроде на это все уже сто раз давал ответы в том или в ином видео и вроде надо их называю живот сам узко чтобы думал такой-то ролик я все найду даже сам по поиску среди своих видео вот ну иногда действительно я может где-то говорю в других роликах контекста какие-то мысли еще не имея такого отдельного узкого видео но все что вам нужно знать о помыслах о помыслах и мыслях первое том что это разные вещи давайте еще раз в конце видео уже больше часа но уже зафиксируем еще раз чтобы было очень просто и понятно помыслы и мысли разные вещи помыслы независимо от меня происходит от трех вещей давайте середины начнем от меня до от моего естества который мне вообще не подвластно бог просто есть я просто есть да вот такой вот с пульсирующим сердцем которому вечно изрекает мысли от темной стороны я от светлой но это лишь помыслы хотите вопросы предложения ко мне да вот а мои мысли это то что я дальше уже мысли над этим и сама определяюсь в ту или в другую в какую-нибудь сторону вот это очень важно нужно понять там что такое хорошо что-то ку плохо это уже другой вопрос вопрос греха а с помыслами все очень просто принципе вопрос звучал ко мне вот как бы как понять это я к тому что прежде чем ответить на вопрос на просто молитве что вот во время молитвы не одолевают всякие мысли суетные то есть пустые якобы там да еще обед приготовить да может даже или вот плохие чуть ли не мысли что помыслы вернее в голове те сам конечно оговариваюсь но понимаете это это устная речь а я критиковал не просто так это печатная речь это текстовая когда я пишу какие ходе знаете редко статьи все-таки извините я к ним вот как их как как сообщением я стараюсь все такого не позволяйте это и столько тоже недоработка мы недочет ошибка из мне бы указали я бы поправил да вот на в устной речи я могу я даже могу думать то одно а изо рта вылетает другого ты думаешь слов сказать помысел а говоришь мысль это кто знает очень часто вот я свои ролики потом не переслушиваю внимательно каждое слово на монтаже там а вдруг чет не то над поправить нет я вот так вот выкладываю и все вот но я вот оговариваюсь если по крайней мере сам себя слышу да вот поэтому с помыслами понятно а уже мысли да это я уже об этих помыслах размышляю приливаю и приливаю вот это уже может быть либо грехом либо добродетелю по сути мое желание неважно реализуется но потом нет это мои мысли вот я этого вожделел захотел так или так или не захотел делать наоборот это был добрый помысел вот это уже делает меня святым или грешным вот и все а по поводу того что уже я и отчасти уже ответил поэтому конечно то вопрос вот этого о молитве видео который мы с вами будем смотреть следующие по списку конечно же в идеале вот этот ролик посмотреть да то что план я ответил молиться сейчас тоже маленький такой маленькая превью маленькое предисловие к тому видео конечно же молиться и думать что-то никаких помыслов не будет возникать это уже ошибка вот именно мы сами страдаем от того что является просто естествойным кто-то в голову вот как он говорит учение протестантов билла что там голова должна быть пустая голова у человека не может быть пустой в ней что то есть или собственные мысли сейчас текут мы мысли либо просто постоянно возникают какие-то помыслы постоянно попробуйте кто не верит мне про за собой никогда не наблюдал попробуйте минуту ни о чем не помышлять не мыслить может у вас еще и получится да это попробуйте это сделать но уж помыслы будут возникать постоянно это точно вот так вот вот такое вот видео ну а по поводу болитвы как я уже сказал организация простите уже будет следующее видео надеюсь было доступно понятно назидательной многих из вас сделает эти все вещи счастливыми потому что в этих вещах надо разбираться и все это понимать тогда будет вам благо кому нравится мои видео считаете их полезными назидательными делитесь ими ставьте лайки это их продвигает в сетки ютуба подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик вечных уведомлений чтобы получать новые уведомления о новых видео напишите комментарии задавайте вопросы делитесь размышлениями вашими как видите я все комментарии читаю в личку пишите на вопросы на какие у меня есть желание побуждения сердца бога да я стараюсь отвечать даже вот или лично или вот такими видео ответами для пользы и назидания и радости не только вопрошающего но и окружающих меня людей в реальной жизни в интернете везде до встречи в следующих видео всем желаю всего самого доброго до встречи в следующем году пока Продолжение следует...